Чеченцы не стремятся к комфортному проживанию внутри России. Это не наша цель. Мы, если выбирать, допустим, между комфортным проживанием внутри России или некомфортным, но будучи суверенным государством, мы выберем второе. Чечня станет отдельным независимым субъектом, то что ее ждет, на твой взгляд? Русификация, османизация, арабизация или Чечня будет идентична и окажет влияние на соседей путем чеченизации? Если Чечня, даже не если, когда Чечня снова восстановит свой суверенитет, Чечню не будет ждать ни русификация, ни османизация, ни арабизация. Чечню будет ждать ее идентичность. Мы должны будем ввести какие-то законы, как-то поддержать свой язык, чтобы у нас документооборот, да и вообще любое образование все проходило на чеченском языке, как это сделала Грузия. Нам нужно будет сделать то же самое. И таким образом мы наоборот сможем выправить ситуацию и спасти наш язык от вымирания. И мы должны это сделать, как бы это наша обязанность, это обязанность государства. А что касается русификации, османизации, арабизации, подобные вещи нас ждали бы. Ну вот русификация, допустим, это то, что с нами пытается сделать Россия уже на протяжении нескольких сот лет. Но хвала Аллаху, у них пока не получается это сделать. Русифицировать наш народ у них не получилось. Какие-то народы на Кавказе в большей степени у них получилось русифицировать. С нашим пока у них это не совсем получается. И что касается османизации или арабизации, нас это ждало бы, если бы мы попали бы под влияние, как ты говоришь, стали бы там субъектами Турции или субъектом арабской страны. В этом случае, может быть, нам угрожала бы такая опасность, но у нас нет даже такой цели, как бы становиться чьим-то субъектом. Ну и вообще в целом наш народ до сих пор, по крайней мере, умудрялся сохранять свою идентичность даже в условиях тотального давления со стороны какого-то другого народа или страны. Как, например, чеченцы сохранили свою идентичность в Иордании, в которой уже более ста лет живет чеченская диаспора, но при этом сохранили свой язык, сохранили наши обычаи, наш менталитет. Как-то обособленно мы там живем. Но пока это, как бы, у нас получается. Это не значит, что это всегда будет получаться. Может быть, в какой-то момент мы утратим эту возможность. Это, как бы, опасность такая существует. У нас нет гарантии, что мы всегда будем оставаться таковыми. Поэтому нам, нашему народу, нужно, если мы хотим, сохранить свой язык, свои обычаи, свою идентичность. Мы должны какие-то действия предпринимать в этом направлении. При каких условиях ты видишь комфортное существование Чечни внутри РФ и видишь ли, является ли русский народ для чеченцев образом зла, или чеченцы в своем большинстве четко делят Кремль и народ? Так, при каких условиях ты видишь комфортное существование Чечни внутри РФ? Я бы не хотел рассуждать по поводу комфортного существования. Конечно, комфортное существование в целом, оно возможно, но это не наша цель. То есть, чеченцы не стремятся к комфортному проживанию внутри России. Это не наша цель. Мы, если выбирать, допустим, между комфортным проживанием внутри России или некомфортным, но будучи суверенным государством, мы выберем второе. То есть, нашей целью не является комфортным, нашей целью является свобода. Это очень важно. Это как бы прошито в наше ДНК, в ментальность нашего народа. А вот является ли русский народ для чеченцев образом зла, или чеченцы в своем большинстве четко делят Кремль и народ? Знаешь, это требует разъяснения, потому что в целом, да, как бы русский человек издревле представлялся как враг. Есть вообще такой стих у Лермонтова, где есть такие... Этот стих, по-моему, называется... Я забыл, как он называется. Но там есть такие слова. Идики тех ущелья и племена, им Бог, свобода, их народ, их закон, война. Они... Что-то там... Короче, я забыл весь текст, но... Значит, там же есть такие слова, как... Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Лермонтов очень красноречивый был поэт, мастер слова. О чем это говорит? Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Я помню, мой отец объяснял мне эти слова, когда впервые я где-то в школе, по-моему, прочитал этот стих. И спросил у отца, что это значит, как это в колыбели песни матерей. Отец сказал, тогда матери, когда успокаивали своих детей в колыбелях, и дети, допустим, не хотели спать, баловались. То есть, они их как бы запугивая, они говорили, русский идет, русский идет. На чеченском языке. И дети пугались. То есть, понимаете, русским именем пугали этих детей. Это очень важный момент. И как бы из этого получается, что русский народ для чеченцев является образом зла. Но здесь нужно, очень важно понимать, что изначально, как бы сейчас немножко поменялось положение. Сейчас мы сегодня, допустим, мы четко можем разделить между Россией и русским. Мы понимаем, что россиянин это не обязательно русский. А русский это не обязательно россиянин. А раньше было не так. Раньше это была русская, российская империя и русская империя. Это были синонимы. И подразумевалось, что русский значит россиянин. Это было вот как бы конкретно. И у нас была война именно с русскими. Это именно русские тогда пришли для того, чтобы нас оккупировать. Это русские хотели навязать нам свои законы, свои обычаи, свои правила. Это они хотели нас поработить, нас покорить. То есть, было вот так. Соответственно, был четкий образ. Русский человек враг было конкретно. Сейчас эта ситуация изменилась, так как все-таки мир тоже изменился. Поэтому сейчас нужно... Многие, может быть, и не разделяют до сих пор этого. Но нужно научиться и разделять эти вещи. Потому что русский человек это не обязательно россиянин. А даже если он россиянин, это не обязательно, что он враг. Сейчас надо понимать, что Кремль, российская власть, она является врагом. И, соответственно, все, что относится к российской власти. То есть, ее вооруженные силы, ее полиция. Да, это все для нас вражеские определения. Но в том же российском обществе, среди тех же русских людей, есть те люди, которые не то что нам не враги, а являются даже нашими союзниками, наверное, в этой борьбе. Это те же правозащитники, которые очень серьезно защищают наши права. Стоят, можно сказать, на передовой вместе с нами. Поэтому здесь, конечно, обобщать таким образом нельзя. Измаил Бей. Да, этот стих Лермонтова называется Измаил Бей. Точно. Иди ки тех ущелья и племена, им Бог свобода, их закон война. Они растут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей.